Путин в Африке наверняка задумывается над тем, как переписать на себя те активы, которые, собственно, тоже на него и ему и принадлежали, просто были оформлены на каких-то других дропов, а вот эти дропы внезапно стали самостоятельными, что-то потерялось. Вот с вашей точки зрения, насколько уменьшилось влияние Путина, я подчеркиваю, прям Путина именно в Африке, что переписано? И вот мы слышали, что там то самолет упал, то еще что-то случилось, кого-то обстреляли. Это вообще что происходит? Или это просто издержки обычной наемнической жизни? Я не думаю, что у Путина хватит бицепса и силы, чтобы что-то там собрать к себе воедино, в единый кулак. Мне кажется, что на этой истории раздраконивания и разбазаривания нажитого Пригожным, Уткиным и Ежесниме на крови, мне кажется, сейчас неплохо зарабатывают различные полковники, генералы и СВР, и Главное управление Генштаба, и ФСБ, и олигархи и так далее. В общем, это все напоминает такую обмякшую тушу, которая свалилась в бассейн или в большой аквариум с пираньями. С точки зрения того, что там будут достигнуты какие-то цели Путина, как некого государственника, который образ он себе рисует, ну нет, конечно, с точки зрения, что это даст Российской Федерации, даст массу головной боли и проблем в конечном итоге. А коррупционерам, которые вокруг Путина, ну да, они сейчас на этом наживутся, и кто-то станет миллионером, а кто-то и миллиардером, с учетом того, какое количество там ресурсов. Ну и нужно понимать, что игроки из других стран мира там тоже сейчас просто так на все это дело не смотрят, там сейчас интересные события развиваются. А это вот, собственно, очень важный момент, потому что последний раз, ну предпоследний раз, когда мы с вами говорили о том, что будет происходить с Вагнером, вы сказали, что очень интересно, кому достанутся активы. Что Путин постарается их оформить на каких-то своих крупных дропов, ну типа того же самого Ротенберга, но если он слаб, то это достанется всяким полковникам и майорам. И вот вы говорите, что выполняется второй вариант. Путин слаб, это достается всяким полковникам и майорам. Ну я бы сказал не майорам, а полковникам и генерал-майорам, и генерал-лейтенантам. Вот генералы там сейчас наживают какие-то деньги, и кто-то из них в принципе хочет просто урвать себе золотишко и бриллиантов, но уже потом на эти денежки попробовать себе купить хорошую жизнь, но не в России. А каких-то там таких прям ярых патриотов, которые возьмут все это золото, на это золото что-то купят полезное и построят, как в Старике Хатабыче, какой-нибудь там дворец пионеров, но нет, конечно, никто этим заниматься там не будет. Последний короткий вопрос. Шторм-Зет. Потому что после уже Пригожина Минобороны тоже пыталась вербовать зэков, их было довольно много в приполье перед Работино и так далее. Сейчас зэков вербуют, и сколько их на фронте? И заключенных вербуют, и тех, кому вот-вот освобождаться, тоже пытаются в это дело вовлекать. Шторм-Зет, Север-Зет, Ветераны-Зет, есть несколько разных подразделений, там ЧВК редут, они продолжают утилизировать, использовать в качестве пушечного и минного мяса заключенных. Конечно, уже в таких промышленных масштабах, в которых они выгребали в первые полгода там с задором Пригожина, который там умел навешивать лапшу на уши, и все это очень выглядело сценично. Сейчас это выглядит очень кисло. Вот одна из записей, которую мы публиковали, это как один из генералов из главного управления кадров Министерства обороны, как он приезжает. И они как-то очень это уныло и картонно, видимо, для отчетов озвучивают в плане вербовки заключенных, но прям такого ажиотажа, чтобы там сотнями записывались, нет, этого уже нет. С одной стороны, уже выгребли тех, кто согласен был на все, лишь бы только покинуть территорию ГУЛАГа, а во-вторых, здесь огромную роль сыграли правозащитники и журналисты, которые подробно, последовательно рассказали, что на самом деле происходит после этой самой вербовки. И уже сейчас какой-то там толпы очереди ехать, воевать уже нет и, конечно, уже не предвидится. Сейчас дожимают последние соки, причем делают это уже, еще раз подчеркну, уже генералы из Министерства обороны приезжают к заключенным и к осужденным, чтобы их как-то там мотивировать. Ну, все это, еще раз подчеркну, уже все это такая какая-то пародия на то, что это было год назад. Но при этом, как бы, да, смеха мало, потому что люди продолжают гибнуть с двух сторон, и они вот в эту мясорубку войны все равно там стараются выгребать и отправлять как можно больше людей. И тысячами-тысячами ежемесячно продолжают гибнуть. А среди гражданских? Я это спрашиваю потому, что есть вот ключевой вопрос, скольких удалось перевести на контракт. Путин там говорит, что приходит тысяча-полторы тысячи в день. Насколько я понимаю, это очень мистические заявления, но тем не менее платят действительно много. Я слыхала, что в Москве платят миллион подъемных, и потом 400, чуть ли не 400-600 тысяч в месяц. Но это, конечно, нереальные цифры, потому что в основном платят в провинциях, и там, условно говоря, подъемные 400, а в месяц 200. Так что многие приезжают в Москву. И, соответственно, главный вопрос, есть ли люди, которые подписывают контракты, вернее, понятно, что есть. В каком количестве, то есть будет или нет мобилизация? Вот что вы об этом знаете. Они уже столкнулись в тот раз с мобилизацией и с тем, что просто были тысячами, которых невозможно было там не одеть, не обуть, не снабдить и так далее. Путин сейчас истошно пытается договориться с Северной Кореей, с рядом других стран о покупке вооружения, снаряжения и так далее. Если будет чем вооружать в моменте, чтобы они не просто праздно где-то сидели на попе ровно, а пошли в бой, если он решит вопрос с оружием, то дальше, конечно, он включит вторую волну мобилизации. Пока у них для этого какого-то большого количества вооружения нет. Пока они выгребают тех, кто готов в обмен на какие-то сотни, тысячи, миллионы, по сути дела, продавать свои жизни, продавать свои руки и ноги, потворствуя этой преступной военной агрессии. Но опять же, все меньше и меньше таких людей становится, потому что все, кто хотели продать свои руки и ноги, они уже съездили, продали, и теперь они все стоят в очереди за, скажем так, низкокачественными протезами, либо уже в пакетах. Как это будет дальше развиваться? Ну, на мой взгляд, вообще, как бы, Путин ведет Россию, очевидно, к краху, то есть он, видимо, хочет играть до последнего, пока с Российской Федерацией не произойдет то же самое, что после Афганистана произошло с Советским Союзом. Ну, видимо, у него такая цель. Видимо, цель помочь развалить Россию на большое количество частей. Ну, он к этому движется прям семимильными шагами. Субтитры создавал DimaTorzok